Часть третья. Продолжение оккультного романа, весьма популярного в кругу людей, интересующихся идеями теософии и учения живой этики. Герои романа – великие души, завершившие свою духовную эволюцию на Земле, но оставшиеся здесь, чтобы помогать людям в их духовном восхождении. По свидетельству автора, известной оперной певицы, ученицы Станиславского, солистки Большого театра Конкордии Евгеньевны Антаровой, 1886-1959, книга писалась ею под диктовку и была начата во время Второй мировой войны. Глава первая. Приезд в имение Али. Первое впечатление и встречи первого дня. Долго. Очень долго странствовали мы с И, пока добрались до Индии. И часто делал длительные остановки, желая дать не только отдых, но и предоставить все возможности понаблюдать жизнь народов и подсмотреть их нравы и обычаи. Делая крюк за крюком, руководясь отчасти и своими делами, а чаще всего стремясь расширить мои университеты, он привез меня в Багдад. Смеясь, он уберял меня, что мне необходимо понять прелесть реального Багдада, а не судить о нем только по сладким пирогам. Наше путешествие, длившееся несколько месяцев, благодаря ежедневному влиянию и заботам, и закалило не только мое здоровье, но и весь мой характер изменился. Я почти перестал становиться левушкой, лови ворон. Внимание мое стало дисциплинированным, и, я не знаю сам, как это случилось, я больше не впадал в раздражение. Рассказать обо всех чудесах, что довелось мне видеть, так же невозможно, как невозможно вылепить в одной статуе всю сложную мысль, как жизнь современной эпохи народов. Могу сказать только, что, как не готовил меня и к тому, что я увижу в Индии, она меня поразила сильнее всех чудес, которые пришлось увидеть за долгое путешествие. Я знал, что мы едем к подножию Гималаев, знал, что имение Али расположено в прекрасной живописной долине, но я никак не ожидал, в какую волшебную красоту мы попадем. Судя по тем домикам друзей И, в которых мы останавливались, я думал найти и в имении Али такой же маленький, чистенький коттедж, снабженный единственным очагом и необходимой для жизни утварью. Как и во многом другом, здесь меня ждало разочарование. Дом в имении Али был прекрасный, каменный, из белого, похожего на мрамор камня, с многочисленными колоннами, с комнатами, изолированными друг от друга. Нас с И ждали две чудесные комнаты в верхнем этаже с балконами, и когда я вышел на свой балкон, открывшийся с него вид, так меня поразил, что я все забыл и, разумеется, превратился в прежнего Левушку и ловиворонил до тех пор, пока солнце не закатилось за горы. А я все стоял, забыв обо всем. Привела меня в себя, мягко опустившаяся мне на плечо, рука и... Ах, как он был прекрасен! Я еще никогда не видел его таким чудно красивым, каким он стоял сейчас передо мной. Он был в хитоне оранжевого цвета. Волосы его слегка отросли и спускались короткими локонами, а топазные глаза могли поспорить со звездами Ананды. Я хотел закричать ему, как вы чудно прекрасны и... Но не мог выговорить ни слова. В первый раз я почувствовал, как высок, как необычайно выше всего простого человеческого, мой дорогой друг. Чувство благоговения, благодарности за все, что он для меня сделал, преданность и верность ему захватили меня. Я молча смотрел на него. Он понял мои чувства и, ласково улыбаясь, сказал мне, «Я не тревожил тебя, Левушка, потому что знал, как действует на человека этот дом и этот вид из него, когда его видят впервые. Но сейчас наступит вечер, который здесь спускается сразу. Мы должны вовремя поспеть к ужину. Пойдем, я покажу тебе, где ванная и душ, познакомлю тебя с управляющим домом и со слугой, который будет у нас с тобой общим. Ты можешь надеть индусское платье, какое здесь носят все, или остаться европейцем, если тебе это больше нравится. Но точно являться к трапезам – это единственное правило, соблюдаемое всеми в большой строгости. Не беспокойся, ты поспеешь, улыбнулся ей, прочтя на моем лице опасение опоздать. Мы прошли к управляющему домом, одетому также в белую индусскую одежду и, судя по лицу, бывшему типичным туземцем. Он был красив, еще молод, тонок и гибок. Продолговатое лицо, темное от загара, темная бородка, испаньолка, темные глаза и белый тюрбан на голове. На мое приветствие он ответил по-английски, но с сильным акцентом и певучий. Голос его был мелодичен и мягок. Взгляд добрый, но пристальный и внимательный, как будто бы он старался меня запомнить, что-то во мне изучить и понять. Но мне некогда было об этом раздумывать, я запомнил только, что звали его Кастанда. Меня очень поразило это имя. Но тут же я вспомнил о ванной и помчался в нее с одной мыслью — скорее вернуться к И. Меня ждали сюрприз за сюрпризом. Я думал увидеть какую-либо самодельную умывалку, вроде тех, что встречались нам по пути, чаще всего просто огороженное в саду место с душем и с нагретой солнцем воды, и попал в отличную ванную комнату с полом и стенами из плиток, с неограниченным количеством теплой и холодной воды, лившейся из водовроводных кранов. К довершению моего удивления, не успел я раздеться, как в ванную комнату вошел слуга-китаец. Добродушно улыбаясь, он заявил, что прислан Кастандой помочь мне. Не дав мне опомниться, он окатил меня из какого-то кувшина, чем-то теплым, оказавшимся жидким душистым мылом. В мгновение ока он растер меня всего мягкой мочалкой, подвел под душ, а затем завладел моей головой, так что мне оставалось только закрыть лицо руками. Отфыркиваясь и не решаясь открыть глаза, я шел за слугой, который тащил меня из-под душа куда-то настойчиво и очень осторожно. «Садитесь теперь в ванну, Монсье Леон», — услышал я по-французски. Я готов был ко всему, но, услыхав от китайца, который только что объяснялся со мной на плохом английском французскую речь, я не выдержал и так расхохотался, что открыл глаза и напустил в них мыло. Бросившись в прекрасную ванну такого же белого камня, как дом, я тер глаза и продолжал хохотать. «Вот Али Молодой говорила, что Монсье Леон очень веселая особа», — снова услышал я голос слуги. «Разве вы знаете Али Молодого?» — удивился я. «Как же не знать? Я вырастил Али Молодого. Он и послал меня сюда для вас, и брата, и... и сам он приедет сюда. Только у меня будет три господина». Преуморительно коверкая слова, отвечал слуга. Выскочить из банны, растереться и одеться в костюм, который был уже мне знаком, было делом одной минуты. Сердечно поблагодарив китайца за помощь, я спросил, как его имя. Он немного замялся и ответил, как имя, это другое дело. Вы зовите меня Ясса, так зовет меня Али Молодой, и зовут все здесь. «Я буду звать вас Ясса, но с тем, что вы звали меня, просто Левушка, как меня зовут Али Молодой, и как будут звать, все здесь». Китаец рассмеялся и сказал, «Будет так, если и велит». «Велит, велит, можете быть уверены». И я бросился было бежать-ка, но понесся в совершенно противоположную сторону, и только с помощью опять все того же Яссы нашел и в его комнате в беседе с Кастандой. «Я не опоздал и...» — весело воскликнул я, вбегая в комнату. «Еще только через четверть часа будет гонг», — ответил мне Кастанда. «Не удивляйтесь, пожалуйста, если ваш и и приборы будут украшены цветами. Али Мохаммед, наш дорогой хозяин, предупредил нас о приезде его друзей, и каждый из живущих здесь сейчас пожелал выразить чем-нибудь свой привет вновь прибывшим гостям. «Сам же Али Старший приветствует вас подарками, которые вы также найдете на своих приборах». Кастанда нас покинул и сказал мне, «Столу вы, как и здесь царит простота, Левушка, но это не значит, что человек лишен комфорта. Сейчас у тебя ослеплены глаза, ты рассеялся и не знаешь, куда и на что смотреть. Завтра ты лучше рассмотришь окружающее тебя. Мы пойдем сейчас ужинать, не смущайся большим числом незнакомых тебе людей, ты встретишь немало и женщин». У меня сжалось сердце, точно живая пронеслась перед моими глазами, Анна. О, как остро я почувствую ее горе в эту минуту. Она могла быть здесь с нами, Ананда сам мог привезти ее сюда, и вот одно мгновение сомнений и ревности, и все пропало. Анна не безвозвратно отошла, тихо и ласково сказал мне ей, «Она укрепится и будет здесь. Ее бури ревневых сил не вспыхнут больше, но будет она здесь только тогда, когда сюда приедет и дочь Али Наль со своим мужем, твоим братом. К этому времени Али сам привезет сюда Анну. Не тоскуй о ней, помогай ей мыслями радостной любви, посылай ей каждое утро и каждый вечер помощь, бодрости и мужества. Ничем более активным ты в данную минуту ей помочь не можешь. Но ты не думай, что это так мало, это очень большая помощь. Ежедневная радостная мысль о человеке равняется постройке рельс для молниеносного моста, на котором можно научиться встречаться мыслями с тем человеком, о котором будешь радостно, чисто, пристально и постоянно думать». Ударил гонг и, как всегда угадавший мое смущение, взял меня под руку, и мы сошли вниз. Уже было почти темно, очень тепло, почти жарко. Зал, называвшийся столовой, был ярко освещен, к моему удивлению, электричеством. Несколько дверей в нем были настише открыты, окна были завешаны мокрой кисеей, и под потолком вращались десятки огромных вееров, создававших прохладный ветерок. Но все же было душно. Я понял, насколько я окреп. Я не мог бы вынести ни минуты такой жары раньше. Перед этой жарой духота Константинополя оказалась шуткой. Несколько месяцев тому назад я немедленно упал бы в обморок, а сейчас мне было просто душно. Мой индусский костюм и сандалии на босоногу очень мне помогали. Мы вошли одними из первых. Костанда сейчас же подошел к нам и проводил к нашим местам. Они оказались за крайним столом, на котором было много приборов, как и на других столах. Многие исходивших приветствовали и как старого знакомого. Некоторые кланялись нам обоим, издали как вновь прибывшим друзьям. Здесь все, очевидно, были знакомы друг с другом, и никто никого не стеснялся. Когда все заняли места за столами, на каждый стол стали подавать кушанье очень своеобразным порядком. На небольших, очень пропорциональных и красивых столиках, которые катили слуги, стояли миски и блюда, и каждый брал себе то, что хотел, и сколько хотел. Такие катящиеся столики свободно проходили между обеденными столами. Наш стол был крайним к окнам, и тележка прикатила к нам со стороны окна. И предложил мне выбрать блюдо для него и себя, а я не мог решить, что и как здесь едят, заметив на одном из блюд салат из помидоров, на другом картофель, на третьем цветную капусту. Я принялся снабжать Имии, как вдруг увидел чудесную дыню. Вспомнив, что мудрец без дыни невозможен, я уже хотел положить туда и дыню, но и смея сказал. Тележка, стол, Левушка, опять приедет, как только мы с тобой справимся с овощами. Обрати лучше внимание на цветы, которые перед тобой, и еще кое на что. Быть может, привет, Али, тебя тронет. Я стал рассматривать цветы и увидел, что передо мной в высокой зеленой вазе стояла белая лилия. Очевидно, у Алии здесь были оранжереи, но я положительно не мог ни на чем сосредоточиться. Сколько передо мной было лиц — мужских, женских, молодых, средних и старых. И каких лиц? Мне хотелось их хотя бы вскользь рассмотреть. Но каждое лицо, на котором останавливался мой взгляд, казалось мне замечательным, и я с трудом отрывал взгляд от него. Нет, Левушка, и не пробуй сразу разглядеть. Все и всех. Услышал я смеющийся голос. И здесь более ста человек. Ты их узнаешь постепенно. Кушай, осмотри свой прибор и сосчитай хотя бы тех, кто сидит с нами, за одним столом. Я вздохнул, поняв, как далеко мне Дуи, который мог видеть сразу сотню людей и в несколько минут определить полную характеристику каждого, мог каждому сказать именно то, что ему нужно, и поддержать в каждом энергию одним словом или взглядом. Меня уже не поражали эти свойства, вы. Я их достаточно видел во Флорентийце и Ананде. Меня что-то поражало в этом переполненном людьми зале, которых я видел за последнее время так много, но в этом зале было что-то особенное, чего я еще нигде не наблюдал. И это что-то относилось не к внешнему своеобразию самого зала, а людям в нем. Оно относилось к внутренней стороне, к не бросавшейся ничем в глаза, но остро чувствовавшейся духовной культуре. Я воспринимал сейчас эту толпу людей совершенно по-другому. Здесь нельзя было себе представить, что вдруг в каком-либо углу зала прозвучит резкий быкрик, саркастический смех, злобная фраза. И снова отвлек мое внимание и заставил меня есть, говоря, что тележка приедет скоро снова, а я отстаю. Я стал есть, не сознавая, что я ем, посмотрел на салфетку и обомлел. На моей салфетке было чудесное золотое кольцо с именем Али, выложенным из мелких зеленых камней и белых жемчужин. «Ведь я говорил тебе, посмотри поближе к себе», — сказал мне И, снова улыбнувшись, моей невероятной рассеянности. Я захотел узнать, какое кольцо у И, и еще раз обомлел. На его салфетке было кольцо из простого белого дерева, на котором из белого коралла была надпись «Али». Дальше шла надпись на неизвестном мне языке. «Когда я ехал с флорентийцем из Ка, — сказал я И, — я не понимал ни слова из того, что он говорил с туземцами. Я был все время тогда раздражен и расстроен. Тогда же я дал себе слово изучить этот язык, непонимание которого доводило меня до иступления. Я ничего еще не сделал, чтобы выполнить свой первый обед. Тем не менее, я даю второй обед — узнать язык, на котором сделана надпись «На вашем кольце И». Я потерял способность раздражаться. Меня не угнетает мое невежество. Пожалуй, в моем теперешнем самообладании я еще яснее ее вижу, мою невежественность. Поможете ли вы мне и выполнить мои два обета?» «Охотно, друг. Только, пожалуйста, не давай больше скоропалительных обетов, а то, пожалуй, тебе придется прожить здесь, в общине Али, годы и годы, а я привез тебя сюда только на короткий срок, чтобы ты мог подготовиться здесь к дальнейшей жизни подлей флорентийца». «Община Али?» — совершенно изумленный спросил я. «Да, но все это я расскажу тебе после. Сейчас кушай, смотри, отвечай на вопросы, хотя, думаю, никто ни о чем тебя не спросит». Так, прислушиваясь к разговорам за нашим столом, я стал внимательно рассматривать своих ближайших соседей. Я прикоснулся к цветам возле моего прибора и вдруг увидел среди них два небольших конверта. На каждом из них стояло мое имя. Я сразу узнал крупный четкий почерк Али старшего и не менее четкий, но гораздо более мелкий и женственный почерк Али молодого. Вместе с огромной радостью на меня нахлынула целая туча воспоминаний. Я вновь переживал пир у Али, разлуку с братом, встречу с флорентийцем и отдельные эпизоды путешествия с ним. Любовь к брату была все такой же сильной в моем сердце. Но сейчас в моей памяти преобладающей нотой звучала не скорбь о разлуке с ним, а радость за него, радость, что он счастлив, безопасности и живет подли флорентийца. Я думал о Али старшем с большой благодарностью не только за то, что сейчас сидел под его кровом, но и за то, как много он сделал для брата, как в сущности оба мы были обязаны ему всем. И вдруг я снова ощутил знакомое мне содрогание во всем организме. Мне показалось, что я вижу Али, стоящим у круглого окна вдали. Вижу его прожигающие очи и слышу сильную четкую речь. — Учись, Левушка. Первой задачей стоит перед тобой полное самообладание, второй — бесстрашие и третий — такт. Приобретя качество, можешь снова выйти в мир для труда и служения людям. И поможет тебе. Я приму тебя в круг моих сотрудников. Али исчез. Мне показалось, что стало значительно темнее в комнате. Я опомнился потому, что и заботливо помогал мне встать со стула. Я давно не впадал в болезненное состояние иллюзорных видений, считал себя совсем выздоровевшим от них и сейчас совершенно расстроился, поняв, как я еще мало окреп. Все вставали со своих мест. Очевидно, ужин был окончен. Повинуясь руке, и я также встал с места и увидел перед собой Кастанду. — Вы, вероятно, очень устали от дороги и жары, Левушка. Я пришлю вам ваши цветы на балкон. — А письма вы, конечно, захотите взять с собой сейчас же, подавая мне письма, — сказал Кастанда. Я поблагодарил, взял оба письма, хотел взять и кольцо, но и сказал, что кольцо мы рассмотрим завтра, при дневном свете. Он познакомил меня с некоторыми из подходивших к нему друзей, но я был как в тумане и едва различал лица, за минуту казавшиеся мне такими значительными. Мы вышли в сад. Я в первый раз смог наблюдать яркое небо на громадном просторе, но сил у меня было так мало, что я попросил и сесть на первую попавшуюся скамью. Я приник к... от него бежала ко мне живительная энергия. Я постепенно успокоился и почувствовал, что сердце мое бьется ровно. Я сказал, что хочу пойти к себе и прочесть письма обоих Али. — Скоро, гораздо скорее, чем ты думаешь, Левушка, ты научишься владеть собою и будешь слушать речь друзей на огромном расстоянии, без всякого напряжения, — ласково говорил И, провожая меня домой. Из всего окружающего меня сейчас я мог только в одном дать себе отчет. Тишина ночи отвечала тишине во мне. По дорожкам сада двигались темные тени группами, парами, в одиночку. И снова, сталкиваясь с людьми, шедшими на нас встречу, я чувствовал, как в обеденном зале, что от них льется доброжелательство. В чем оно выражалось и как я мог его ощущать, я не знал. Но был определенно уверен, что здесь никто меня не судит, не разбирает по статьям, а очень просто и любовно принимает свое общество. И вел меня какими-то дальними путями. Я понял, что он хотел мне дать возможность совсем прийти в себя. Мне стало вдруг даже смешно. Неужели И думает, что я прежний Левушка, что в какой-либо щели моего существа могло засесть раздражение? Мой дорогой И, я уже давно способен читать мои письма. Голова моя в полном порядке. Неужели вы можете предполагать, что я сегодня был раздражен? Я уже забыл, как это делается. Весело заглянул я в лицо при ярко горевших звездах. Я знаю, что для себя стало невозможным раздражаться, Левушка. И если я так долго вожу тебя по саду, то только для того, чтобы в первую же ночь, как ты войдешь в здешний дом Али, ты вошел в полное равновесие сил и чувств. Мы в общине Али. Каждый из нас, придя сюда, уже прошел крестный путь жизни. Но не каждый прошедший его мог дойти до этого дома. Здесь ты увидишь только тех, кто просветлен в своем страдании, кто понял, принял и благословил свои обстоятельства, кто захотел жить, служа человечеству, думая об общем благе. Входя сегодня в этот дом, подумай, мой дорогой мальчик, обо всех, кого ты оставил в Константинополе, обо всех, кто сейчас вокруг Ананды и Флорентийца, а также вспомни сэра Уоми и всех, кто с нами был и ушел утешенным и обрадованным. Оба Али будут говорить с тобой в письмах. Благослови день встречи с ними, сбрось всю тяжесть прежней скорби и недоразумений себя. Войди под новый кров, Али, свободным, легким и радостным. Не думай, что сулит тебе завтра, но заверши свое сегодня такой полнотой чувств, чтобы весь твой организм мог воспринять слова, что пишет тебе Али-старший. Мы вошли в дом, поднялись к себе, и я простился с И, чтобы наедине прочесть письмо Али, чудесное лицо которого я так недавно видел, глядящим на меня из эфира в круглом окне. Друг, брат и милый сын. Нет расстояния и условного разъединения для тех, чье сердце горит неугасимой любовью. Нет смерти для тех, чье сознание раскрыло человеку его живую вечность, которую он в себе носит. Сегодня ты вступил в мой дом на востоке. Вступи в него не гостем, не другом, но равноправным членом моей семьи. Все, кого ты там встретишь, все твои братья и сестры, идущие путем труда и совершенствования, тебе дано больше, чем многим из них. Ты обладаешь силой видеть и слышать в любую минуту и меня, и флорентийца, и Ананду, и сэра Уоми. И поведет тебя, постоянно помогая развитию твоих психических сил к высшей ступени знания. Ты будешь владеть силами в себе и вовне, что нужно от тебя, чтобы дело шло успешно и развернуло в тебе все силы творческого духа. Нужна твоя верность. Что такое верность ученика своему учителю? Это единение вечное с его трудом и путями. Если ты выкажешь героическое напряжение силы мысли, ты сольешься с бурным пламенем творчества твоих учителей, и вечность раскроет в тебе все твои таланты. Но верность твоя – единственный ключ ко всему знанию. Живи легко, бесстрашно и свободно. Кто не сумеет так жить свой день, для тех знания закрыты. Хотя бы они даже переступили порог общины. Можно жить среди совершенных людей, и все же видеть только их внешние манеры. Можно жить среди таких же, как ты, сам несовершенных, но стремящихся к радости совершенства людей и видеть в них каплю огня вечности. И тогда ты будешь стремиться не потревожить ничем этой капли огня в другом человеке, а принести ей помощь, чтобы она могла легче и проще, выше и веселее превращаться из капли в костер. Повторяю, ключ к такому пути ни община, ни люди, ни природа с ее красотою никому не предоставят. Ключ себе самом в твоей верности. Нет никаких особых знаний, которые раскрываются человеку упорством, волей в каких-то особо избранных местах по особым ритуалам. Этими делами занимаются темные оккультисты. Знания их, приобретенные этим путем, ничтожны. В чем ты уже имел возможность убедиться? Но соблазн, который они вносят в мир, язвы, которые они оставляют в сердцах, страшны и разрушительны среди людей невежественных. Действуя на эгоистические страсти, темные оккультисты бербуют себе войско, сжигая в человеке волю к добру своим тяжелым гипнозом. Та община, где ты сейчас живешь, это спасительная сеть, где куются бойцы для борьбы со злом, с награблением, с разжигающими страстями. Здесь закаляются сердца тех, кто хочет жить для общего блага, для мира и радости людей. Знание – двигатель жизни, и радость – масло для него. Стой минута, как ты вошел под кровь моей общины, осознай новый порядок вещей, и пойми в нем новый подарок, который тебе дала великая жизнь. Перед тобой период целых семь лет абсолютной раскрепощенности от всех завод практической жизни. В полной освобожденности от бытовых тягот осознай свою величайшую внутреннюю свободу. Осознай, что твое «я», освобожденное от страсти, может сдвигать горы, если верность твоя цельна до конца, и никакие сомнения и страхи не могут пробить в ней брешь. Прими, друг, бодрое пожатие моей руки и иди по жизни в простой доброте. Как только доброта твоя станет ежедневным, привычным двигателем твоей жизни, ты каждую встречу сумеешь начать и кончить в радости и мире. Вельмя – все, чего должен достичь человек в своих встречах – это начать и кончить каждую из них в мире милосердия и доброте. Время, семь лет о которых я упомянул, что кажется тебе сейчас целой вечностью, мелькнет как одно мгновение, и, покидая гостеприимный кровь общины, ты будешь сам себя уверять, что еще не чувствуешь себя в силах идти в практическую жизнь, чтобы строить людям пути к общему благу и миру. Но каждому – его момент современности, его момент творчества, его момент развития и действия героических сил. Кто спешит – не достигает, кто отстает и медлит – находит смерть. Мужайся, друг, ты хорошо начал свой путь, продолжай его так же. Если в минуту разлада ты будешь нуждаться в моей помощи, крепко и уверенно думай обо мне, зови имя мое Али, и я отвечу тебе немедленно. Прими мой привет, Эмир, твой друг Али Мохомед. Я потушил лампу, взял в руки письмо и вышел на балкон. Ночь, тихая, темная, с небом усеянным звездами, окружала меня. Огромные пальмы едва вырисовывались волшебными контурами, неведомые мне звуки этой ночи, какие-то шорохи, точно вздохи, очень отдаленный звук свирели, аромат роз и гвоздик – все, слилось какое-то кольцо еще неиспытанных спокойствия и блаженства. Гармония царила в этой ночи и захватила меня. Я перестал чувствовать себя отдельным существом и ощущал радость бытия, счастье жить в этом очаровании Вселенной, живым куском, который я себя осознавал. Прижав письмо к губам, я благодарил Али за все его благодеяния мне и брату. Я прочел письмо еще раз, не глазами и умом, но сердцем. Любовь моя к нему пролилась горячей волной, раскрыв мне великую мощь Али. Я увидел еще один аспект, аспект любви в фигуре моего высокого друга, и я захотел приблизиться к знанию, чтобы приблизиться к нему. Я так долго простоял на балконе, что звезды стали меркнуть. Восток зарозовел. Я вспомнил о письме Али молодого и поспешил в комнату. Волшебная картина пробуждающейся жизни заставила меня отдернуть занавеси. Я распахнул одно за другим все окна настиж и стал наблюдать, как из-за горного хребта выплывала красная полоса, становясь все шире и ярче. Внезапно выскочил краешек солнца, и я едва удержал крик восторга. Весь горный хребет с белыми вершинами, облитый розовым светом, открывался на дальнем горизонте. И до самого хребта тянулась широчайшая долина с живописными селениями, переплетающимися садами, полянами и лесами. Я только тогда отошел от окна, когда увидел садовников, выходивших из дальних построек общины. Одновременно во многих местах дома началась жизнь. Я видел, как фигуры в белом с мохнатыми полотенцами на плечах шли купаться горной речке. Я сел в кресло и стал читать второе письмо. «Мой дорогой Левушка, мой милый брат», писал своим мелким и необычайно красивым почерком молодой Али. Глядя на этот характерный почерк, я особенно ярко представил себя Али. Я вспомнил его в первые минуты встречи, когда он, не видя нас, высаживал из коляски ворчливую тетку и украдкой улыбался Наль. Я вспомнил его в ту минуту, когда Наль дала цветок брату Николаю. Я видел его в индусской одежде на даче у дяди Али. Как должен был тогда страдать этот человек, даже буквы почерка, которые выложились ровной лентой, как гармонично сплетенное кружево. Какая стойкость воли должна была жить в этом гармоничном существе, чтобы после смертельного удара вновь жить полной жизнью, улыбаться и радоваться. Сейчас для меня было ясно, что именно в тот момент, когда Наль подала цветок не ему, а брату Николаю, Али умер. Умер беззаботный, влюбленный Али. Умер жених, мечтавший о любви и семье, и остался жить новый человек. Воин, строитель жизни. Подли Али старшего, уже навек забывший о себе. Я не спрашивал себя сейчас, зачем столько страданий в мире. Я знал теперь, зачем они. Знал, что через них люди идут к знанию и на препятствиях растут и закаляются. Я снова стал читать письмо. Передо мной мелькает вся твоя тревожная жизнь последних месяцев. Не раз сжималось мое сердце за все твои муки, и я хотел бы обменяться с тобой ролями и взять на себя твой подвиг, предоставив тебе спокойную жизнь подли дяди Али. Но путь себе не выберешь. Путь стелется там и так, как сам человек его соткал. Письме не передашь всего, что хотелось бы излить из сердца. Да и слова наши малы для того огромного, чем я хотел бы поделиться с тобой. Одно мне необходимо тебе сказать. Не печалься ни обо мне, ни о твоем брате. Видишь ли, цель жизни на земле — освобождение через труд. Но мы так созданы, что, приходя на землю, приносим и растим себе такое количество страстей и предрассудков, которые опутывают нас как цепкие лианы. И чем прекраснее цветы наших иллюзорных лиан, тем яростнее мы к ним привязываемся и за ними гоняемся. Когда ж настает момент нашего внутреннего созревания, нам приходится разрывать цепи иллюзий. И если цепи глубоко вросли в наше сердце, то в тот момент, когда мы их вырываем, мы умираем. Умираем иногда целыми частями своего существа, чтобы на месте связывавших нас страстей вырастала радость освобождения. Не могу тебе сказать, чтобы я завоевывал свои ступени роста и освобождения легко и просто. Я уже много раз умирал под вцепившимися в меня лиадами страстей и много раз снова оживал, всегда благословляя жизнь, запосланный ею урок освобождения. Я вижу, как свалились на тебя сразу целые десятки уроков. Я вижу, как стоически ты их выдерживаешь, мой дорогой друг Левушка. Тебе кажется, что страданий вокруг слишком много, что милосердие жизни могло бы больше позаботиться о радости людей. Нет, Левушка, не жизнь раздает награды и удачи, или наказания, а человек подбирает в своих днях то, что он сам разбросал своим творчеством в веках вокруг себя. Выбросить, как ковшом, вычерпать мутную воду, что сам пролил в жизнь, невозможно. Ее надо пропустить через собственное сознание и труд. И только тогда вода, прошедшая через фильтр собственной доброты, сосется в землю, оставив на ее поверхности вокруг человека кристаллы чистой любви. Эти сверкающие кристаллы уже не могут ни замутиться, ни разбиться. Это кусочки твоей вечной любви, что живут в тебе и каждом. Они легки, чисты и сыплются с нас, как алмазный дождь, лишь только мы двигаемся к труду по земле в своем простом дне, думая не о себе, а о встречном. Чем больше любви в сердце, освобожденной и очищенной, тем чище и шире вокруг нас блестящий ковер, на котором встречает своих ближних каждый человек. Когда только еще подходишь к человеку, ощущаешь уже издали аромат атмосферы его ковра. И тот человек, чья атмосфера очаровывает нежностью и энергией силы, всегда много-много раз уже умирал своими страстями раньше, чем они переросли в кристаллы освобожденной любви. Тебе, Левушка, пришлось много выстрадать, но перед тобой еще огромная, долгая-долгая жизнь все еще встретится тебе на пути, но ты знаешь одно, нет таких ступеней совершенства, которые сваливались бы с неба на плечи человеку сами с собой из рога изобилия, что держит чья-то рука, усыпая путь цветами, каждый цветок собственный труд человека, каждая удача, твоя победа в тебе самом. И удача, которую ты назовешь этим словом, это будет твое знание, твое достижение на пути освобождения, это будет внутренняя мощь и победа, а не те внешние блага, что обыватели зовут удачами, стараясь вырвать их себе, чужими руками и трудом. Если временами тебе будет становиться особенно трудно и тяжело, знай твердо, что проходишь одну из ступеней своего освобождения, что в тебе умирает какая-то часть иллюзий, их умирание всегда переносится трудно организмом земли, наделенным сознанием, силами и чувствами двух миров неба и земли. Знай это, вспоминай, когда страдание обобьется вокруг тебя и льни тогда к людям вроде и, чей ковер любви разросся в огромное яйцо, охватывает самого и и всех, кто к нему подходит. Дядя Али говорил мне, что пошлет меня к тебе в общину. Я там был уже два раза и буду счастлив, если встречусь там с тобой. Прими мой сердечный привет, дорогой друг, не стоит и говорить, как я буду рад, если ты не откажешь мне в твоей дружбе и будешь мне писать. Я же всегда с тобой в мыслях и дерзаю назвать себя твоим верным другом. Али Махмед Это было второе письмо, полученное мною от Али молодого. Я поневоле вспомнил, как я караулил сон флорентийца и читал в духоте вагона его первое письмо. Как сравнительно мало прошло времени. Еще и года не стекло с нашей первой встречи с Али. А сколько уже мелькнуло событий и таких событий, которые закрыли собою того мальчика, что приехал в Ка. Я улыбнулся сам себе, когда представил себе того наивного, ежеминутно раздражавшегося Левушку, который шел на пирали и воображал себя героем маскарада. Мне показалось, что я даже не мог теперь и чувствовать так экспансивно, как в то время. Вспомнил я и свое отчаяние, одиночество, слезы брошенного существа, что давали мне ощущение кладбища, и ясно понял, что я переступил какую-то ступень сознания и уже больше не буду искать счастья жизни в той или иной форме жизни внешней. Вероятно, я еще долго раздумывал бы о всевозможных вопросах, которые выпытывали по ассоциации воспоминаний, но меня отвлек цветок, брошенный в окно. Я поднял цветок, вышел на балкон и увидел И, звавшего меня купаться в горной речке. «Да ты, левушка, не спал, это никуда не годится», говорил мне притворно грозным тоном мой дорогой друг и наставник, «сегодня я буду знакомить тебя с большим числом моих друзей, среди них будет немало прелестных дам, и мне вовсе не охота, чтобы они составили себе впечатление о скучном левушке, который дремлет за завтраком». Я уверил и, что не ударил лицом грязь, спрятал письма, захватил простыню и быстро нагнал уже спускавшегося вниз «и». Мы шли теперь по той живописной долине, которую я наблюдал со своего балкона. Тропа круто свернула влево, мы обогнули небольшой сад, и я снова застыл от изумления. Горная речка текла издалека, падала уступами, бурлила и пенилась, но у песчаной отмели, куда привел меня и разливалась большим озером, как огромная чаша, и вытекала снова узкой, бурлящей по уступам речкой. Вокруг озера росли пальмы, и было раскинуто много купалин. Озеро было глубокое, вода холодная, и только немногие отличные пловцы и спортсмены решались переплыть его. На другой его стороне тоже стояли купальни, и там я различал двигавшихся людей. Было уже очень жарко, я мечтал поскорее окунуться, но и повел меня дальше, на следующий уступ горы. Здесь я увидел такую же точно картину, река образовывала озеро и текла дальше, но это озеро было гораздо меньше и мельче, и объяснил мне, что приезжающим впервые в общину нельзя купаться сразу температуру воды вызывает судороги и может даже смертельно повредить всему организму, но, постепенно приучаясь к переходам от жаркой температуры воздуха к холоду воды в озере, воды, обладающей большими целебными свойствами, можно не только сбросить с себя кучу физических болезней, но и обновить весь организм. Многие, прожив в общине 6-7 лет, уезжают помолодевшими на десятки лет и почти перестают болеть, и, не желая оставлять меня одного, купался тоже в верхнем озере. Не знаю, как бы я чувствовал себя в нижнем озере, но вода верхнего меня пленила. После моря, в котором за время нашего долгого путешествия я часто купался, мягкая, совершенно прозрачная и приятно прохладная вода озера, где был виден мельчайший камушек, где дно было как бархат, где не плавало ни одной медузы, казалось мне блаженством. Я никак не мог решиться расстаться с озером, и только угроза ей, что близится час женского купания, и я задержу дам, заставила меня вылезти из воды. Хотя я вздыхал и обещал и завтра же найти себе еще одно озеро, где бы можно было купаться, сколько захочешь, не боясь дамского нашествия. И смеялся, и угрожал познакомить меня с одной американкой, очень богатой дамой, которая не любит юношей затворников и превращает их в своих пожей. Я возмутился и просил принять к сведению, что в Америку ни за какие блага не поеду и знакомиться буду только с русскими. Едва я успел договорить фразу, как в закупальне и послышались голоса и смех. Это что же значит? Услышал я веселый, очень молодой женский голос, говоривший по-английски. Лорды все еще на озере, разве не пробило семь? Нет, милостивая леди, отвечал, и еще три минуты в распоряжении лордов, а кроме того, один русский граф, только что приехавший, опоздал специально, чтобы скорее познакомиться с американской леди. Он так много наслышан об ее уме и воспитательских талантах, что мечтает попасть в число ее поржей. Все это и говорил кому-то на мостике купальни и говорил так уморительно, перехватив интонацию женского голоса и чуть неправильный акцент, что я крепился, крепился, да сорвался и залился своим прежним мальчишеским хохотом и распахнул дверь купальни, вытащил меня на берег и я замер, превратившись в левушку лови ворон. Передо мной стояли две женщины. Одна была полная среднего роста, сильно вьющимися волосами, некрасивая шатанка, но глаза ее, огромные, серые, на выкате, беспокойные, с властным выражением точно не вмещались в это плотное тело. Этим глазам казалось все надо было знать, во всем мешаться, во всем вникнуть. Ей было на вид лет тридцать. Рядом с ней стояла девушка совсем юная и тонкая, болезненного вида, с темными волосами, прихорошенькая, придобрая и довольно печальная. Я не мог ничего понять. Очевидно, голос принадлежал молодой, но вот заговорила старшая, и нечто вроде мороза пробежала по моей коже, голос принадлежал ей. Кому же это и наметил меня в пажи, этим электрическим колесам, а не женским глазам, должно быть, никак не угодишь. Старшая дама улыбнулась, точно дырочку просверлила в моем сердце, и вновь сказала, будь моя воля, и не мешай мое величайшее преклонение перед вами, доктор И, я бы запретила детям раньше семнадцати, лет, являться в общину, особенно таким нервным, как ваш спутник. Ничего, Наталья Владимировна, мой друг уже опередил многих, а главное, пришлось бы начать запрет с вас, ведь вы-то приехали сюда, когда вам еще не было полных семнадцать лет, и все же вас приняли здесь с радостью, и жизнь здесь не повредила вам. и представил меня обеим женщинам, назвав одну Натальей Владимировной Андреевой, а другую леди Бердран. Через день все равно будете звать меня Натальей, так уж можете и не запоминать отчество, сказала Андреева, протягивая мне руку. И какая тонкая и приятная была эта рука, я сразу почувствовал в ней друга и перестал бояться ее глаз. Ну и шило же у вас вместо глаз. Бог мой, а я только что хотел сказать вам, что ваши глаза и электрические колеса, должно быть, на дне морском гвоздь сыщут они. Я уже почувствовал, как вы просверлили меня ими, Наталья Владимировна. А я что же, рассмеялась леди Бердран, у меня ни шил, ни колес, ни дырочек сверлить не умею. К какому же рангу смертных причисляюсь я? Вы леди, вы звезда удач. Я уверен, что встреча с вами несет всем удачу, и ваша печаль происходит от того, что вы у всех берете скорбь и бросаете им взамен свою доброту. Пощадите и вам надо было вашего друга купать сразу в Нижнем озере расхохоталось Андреева и взял меня под руку, весело поглядел на дам, еще веселее засмеялся, назначил им свидание в столовой и побежал, увлекая меня за собой, как бегают школьники. Опять пришлось мне поразиться. Положительно с моим выдворением в общине я только и знал, что удивлялся. и такой серьезный, степенный, так редко смеявшийся, только улыбавшийся, был здесь совсем другим. Я не мог себе вообразить, что и может бегать и шалить со мною, как мальчик. Через несколько минут я взмолился и попросил и перейти на медленный шаг. От моего прохладного купания не осталось и следа. Я был мокр, и пыль набилась в мои сандалии, и же имел вид вышедшего из гостиной. Не огорчайся, Левушка, приучишься к климату и выучишься ходить и бегать, так, чтобы не подымать пыли. Иди, меняй свое платье, возьми душ, скажи, яссе, он тебе поможет. Я буду здесь тебя ждать. И сел в тень на скамью возле крыльца, и не успел я подняться на верхнюю площадку, как он был уже окружен большим кольцом людей. Ясса посоветовал мне взять холодный душ, что я с восторгом исполнил, дал мне свежие хитоны, сандалии и сказал, что утром все ходят в одном легком хитоне и только к обеду надевают два. Обед бывает здесь рано, в два часа. Я удивлялся, как можно есть в самой зной, но не сказал ничего. Ясса же, точно поняв мои мысли, объяснил мне, что утренняя столовая, куда мы пойдем сейчас, западная, обеденная в самом конце сада у речки, она северная, открытая, обвитаяся лианами и плющом, а чайная на восточной стороне парка у самой скалы, жарче всего не в обеденной столовой, зелень, которую все время поливают водой и где дует ветер бейеров, а в чайной, где даже устроен в скале грот для тех, кто плохо переносит жару. В гроте всегда прохладно, и многие даже занимаются там в полуденный жар. Я сошел вниз как раз с ударом гонга и познакомил меня с некоторыми из своих собеседников, взял меня под руку, и мы пошли всей группой к столу. Я посмотрел по сторонам с беспокойством, думая, что мои новые знакомые дамы запаздывают к завтраку, и здесь мне был сужден сюрприз. С противоположной стороны парка шли. Андреева и леди Бердран. Очевидно, была еще другая, кратчайшая дорога от реки прямо в парк. Теперь я мог лучше рассмотреть обеих дам. Андреева шла довольно тяжелой походкой тучных людей. Ее глаза на самом деле походили на электрические шары. На меня она снова произвела впечатление намагниченного человека. Мне казалось, что ее спутница умышленно держится подальше от нее. Леди Бердран улыбнулась нам и села за соседний стол, где уже сидел немолодой человек, очень красивый, живой, с прекрасными манерами, бритый. Я принял его за француза. Он приветствовал свою соседку, ловко расставил ее кресло и сел сам только тогда, когда она опустилась в кресло и придвинулась удобно к столу. И сказал мне, что этот человек поляк, простой рабочий, добившийся сам высшего образования и боровшийся не раз за освобождение своей родины. Имя его Ян Синецкий, он не первый раз уже здесь. Возле Андреева я увидел человека небольшого роста, с прелестными, добрыми и по-детски наивными глазами, окладистая, серо-седая борода и такие же кудрявые волосы, в сочетании с большими, близорукими, синими глазами, веселыми и юмористически плутоватыми. Все было так красиво и обаятельно, что даже очки не портили его лица. Щеки его были розовые, губы красные, зубы перламутровые, и весь он мог бы быть моделью для статуи добряка. Улыбка почти не сходила с его губ, и одет он был в легкий, безукоризненно белый костюм из тончайшего шелка. От него так и веяло чистотой и аккуратностью, что еще резче подчеркивало полный контраст с его соседкой. Грубо высеченные черты волевого лица, необычайная живость глаз и пристальность взгляда, какая-то суровая сила, исходившая от нее, составляли полную противоположность с ее соседом. Все в ней было неряшливо, кружевная белая косынка, покрывавшая ее волосы, была наброшена небрежно, платье было измята, книга, которую она держала в руке, потрепана, из зонтика торчали две обнаженные спицы. Обе эти фигуры, такие контрастные, поглотили сразу мое внимание. Каждая из них показалась мне обаятельной по-своему, и я подумал, как бы разно не мыслили эти люди, они могут решать какую-то задачу жизни сообща и вливаться в гармонию, дополняя друг друга. Я только что хотел спросить, и не мушли и жена они, как услышал громкий и веселый смех Андреевой, которая сказала и через стол. Я же говорила вам, и, что вашего чудо-шилографа надо было сразу купать в холодном озере, он уже нашел тему для своего будущего романа, и бедный мистер Ольденкот попал первым в его героя. Не думаю, Наталья Владимировна, Левушка так напуган вами, что скорее будет искать темы для своих работ в других секторах общины, юмористически поблескивая глазами, ответил и, несмотря на внешнюю грубоватость от Андреевой, так и веяло мощью доброжелательства, когда она смотрела на меня. Я внутренне сразу с ней сдружился, чему и сам теперь удивлялся. Впервые я ясно понял, что у Андреевой не было внешнего такта, но ее мудрость была выше, чем у всех, кто сидел с ней рядом. Я улыбнулся и, нисколько уже, не боясь ее глаз, сказал, не знаю, что было бы, если бы и приказал мне искупаться в холодном озере, но теплое озеро породило во мне одно желание — сделаться вашим пожом. Не только и Ольденкот Синецкий и Леди Бердран, но и сидевшие подальше за нашим столом, не могли удержаться от смеха. Кастанда, подошедший к опросить, какой диетический стол он мне назначит, смеялся до слез. Наталья Владимировна выждала, пока ее соседи успокоились, и снова сказала своим четким, рисковатым голосом, необыкновенно молодым для ее лет, «Левушка, запомните хорошенько этот день и этот смех, он не будет большим оправданием, когда Али приедет сюда и спросит меня, что я сделала для человека, пожелавшего добровольно стать моим пожом. Общий смех моих друзей говорит о том, в какой тирании я держу моих юных приятелей. Но кончается дело всегда так, что юные приятели забирают меня в лапы, и я служу им объектом для их проказ, либо забав. Я мало понял, что скрывалось за общим смехом и в чем состояла соль слов Андреевой, и весело смотрел на меня, заставляя меня есть салат из зелени, потом какую-то особенно вкусную кашу и, наконец, прекрасный кофе, по которому я соскучился за долгое время нашего путешествия, получая всюду какао или шоколад. Рядом со мной сидел высокий, стройный, гладко выбритый молодой человек по имени мистер Черджистон. Он оказался по образованию математиком, но в данное время занимался историей. Он тоже был вообще не впервые и приехал сюда только несколько недель тому назад. Я почувствовал, что он еще не освоился здесь. Мистер Черджистон имел откабуто письмо к И, о чем я тут же сказал моему другу. Да, я знаю, мистер Черджистон. Ваш друг писал мне еще в Константинополь, что направляет вас сюда. Он просил меня быть вам руководителем здесь, что я с большой радостью веру на себя. Ананда тоже говорил мне о вас. Я привез вам от него письмо и небольшую посылку. Ласково ответил он англичанину. Никогда не забуду, что произошло с молодым человеком, когда он услыхал, что Ананда прислал ему письмо и посылку. Выдержанный строгий англичанин вздрогнул, покраснел, уронил вилку и салфетку и с глазами полными слез чуть слышно сказал, неужели Ананда сам написал мне письмо? Да, мистер Черджистон, и не только сам написал, но и дал мне полное указание, как подготовить вас к свиданию с ним, когда он сюда приедет, вы должны быть готовы его сопровождать в далекое и долгое путешествие. Ананда просил меня передать вам, чтобы вы постарались побороть свою застенчивость, потому что вам придется много жить среди больших суетных городов, среди людей в постоянном общении с ними. Очевидно, мне не суждено жить так, как мне бы хотелось, вздохнул мистер Черджистон. Я мечтал о монашестве, а попаду в мир да еще в суету, но чтобы следовать за Анандой, я рад идти каким угодно путем. Завтра кончился, мы поклонились нашим соседям и новым знакомым, и вместе с англичанином поднялись в наши комнаты. Я очень прошу вас, доктор И, и вас, Левушка, зовите меня Альвар, сказал Черджистон. Так звали меня самые дорогие мне люди, и я бы очень хотел слышать от вас обоих это обращение. Прекрасно, Альвар, мы так и поступим, передавая ему письмо и посылку сказал И. И если это не нарушает вашей программы дня, приходите через полчаса в парк, к дальнему пруду у столетних пальм, я намерен провести Левушку к подножью гор ближних зеленых и познакомить его немного с окрестностями, а, кстати, чуть-чуть и с ботаникой. Как я счастлив, что вы возьмете меня с собой. Я буду у пальм через полчаса. Альвар вышел, унося с собой свое драгоценное письмо и небольшой ящик, довольно тяжелый. Альвар много-много выстрадал в своей жизни, когда мы вооружились лопатами, огромными войлочными шляпами, ножом и сумкой вышли в сад, сказал не ей. Его жизнь до последних двух лет была сплошным ужасом. в семье мачехи и ее детей, которых он содержал, работая без отдыха. Юноша уже готов был прийти в отчаяние, как его встретил один из учеников Ананды. Он привел его к Ананде, когда тот был проездом в Дувре, и с тех пор Альвар ожил. Ананда же помог ему и сюда добраться. Ах, и как трудно мне здесь собрать внимание. Я хотел бы сразу хотя бы увидеть всех, кто здесь живет, а выходит, что чуть взгляну на одного увязанного в нем, забыв обо всех остальных. До сих пор я умел так сосредоточиваться, чтобы и человека, даже очень замечательного, видеть и не упускать из поля зрения всего окружающего. Здесь же моего внимания едва хватает на какое-либо одно лицо. Это не потому, Левушка, что ты стал рассеян, а только потому, что внимание твое сконцентрировалось, и сам ты стал более тонко и глубоко воспринимать эманации и вибрации встречаемых людей. Твой организм, его психические и физические стороны закалились по сравнению с прежним, и ты глубже видишь человека. Если ты вспомнишь свои ощущения от встреч с самого выезда из Ка, ты заметишь, как тебя постоянно разбивали токи, исходившие от людей, даже от общения с такими высокими и светлыми силами, как Али, Флорентией, Цананда, тебя постоянно приходилось подкреплять соками трав и растений в виде конфет, пилюль, капель. Теперь же ты забыл о существовании всех этих средств в такой бурной встрече, как встреча с Андреевой, а между тем именно она могла бы подействовать, разрушающей на твое спокойствие, и это еще может случиться в дальнейшем. Заметил ли ты, что американка, давно уже живущая подлинею, старается держаться в некотором отдалении от Натальи Владимировны, подли Андреевой с самого ее детства все окружающие испытывали беспокойство, а предметы плясали, как только она к ним приближалась. Ее и сейчас не впускают в электролечебные кабинеты. Электрические приборы от одного ее приближения портятся, не выдерживая той колоссальной силищи электричества, которую излучает ее организм. В ней обнажены все ее психические силы. Она из тех внезапно обновленных людей, в ком вечность, сразу поглотила их животное начало и возвратила им все их прежние таланты и знания. Но сила божественного огня не течет в ней в гармонии с огнем земли. Он вырывается из нее языками, хотя всегда огонь света его превосходит и подавляет. Но потому, что оба эти огня не переплетаются в ней в гармонию, она и сама подвержена раздражению и других их может заражать неустойчивостью. И все же ты остался перед ней в полном самообладании, хотя она увидела и прочла в твоей ауре все твои особенности. К нам подошел Альбер, которого мы уже несколько минут поджидали, стоя среди совершенно сказочной красоты, в тени столетних пальм, окружавших пруд и отражавших в нем свои огромные кроны. По воде плавали белые и черные лебеди, а между пальмами стояли красноватыми кучками розовое фламинго и еще какие-то никогда мною не виданные птицы. Вдали среди пышной зелени виднелось несколько домиков, и расхаживали, важно распуская чудесные хвосты, белые павлины. Мимо нас проходили люди в белых коротких одеждах, все они, очевидно, хорошо знали, и, как и он их, я поражался его памяти. Каждого он приветствовал по имени, каждому задавал вопросы совершенно разные, но результат этих вопросов был всегда один и тот же. Лица людей озарялись, на них точно луч света мелькали радость и бодрость. Пока мы медленно проходили по тенистому парку, я мысленно вздыхал, какой колоссальный разрыв был между мною и и в наших знаниях, силах, талантах, наконец, в любви. Где мог брать и такой неугасимый костер этой любви, чтобы не расточить и не опустошить сердце теми потоками внимания и теплоты, которыми он буквально обливал каждого, кто нам встречался? Ну, Левушка, вообще не нет места унылым мыслям. Сюда попадают только те, кто победил себе все возможности отрицать и скорбеть, унывать и жаловаться. Брось всякого рода сомнения и приготовься к первому опыту пустыни. Как только мы выйдем из тени парка, зной набросится на нас со всех сторон. И надвинул мне глубоко на голову мою огромную войлочную шляпу и спустил сзади на плечи вуаль, которую я даже не заметил на шляпе. И действительно, лишь только мы шагнули за калитку сада, я почувствовал себя в огненной печи. Я оценил внимание яссы, давшего мне высокие закрытые сандалии на толстенных подошвах. Песок, которого я случайно коснулся, был горяч, как угли. Пот лил с меня градом, вся моя одежда была мокра, тут же высыхала, снова взмокала, от меня шел пар. Я так ошалил, что едва доплелся до подножья гор, с которых там и сям катились ручьи и били ключи, орошая прекрасную растительность, траву и цветы. И указал мне несколько кустов дикой ежевики, громадной, спелой, под тяжестью, которые свисали вне светви. Я набросился на нее и говорил, что в жизни ничего вкуснее не едал. Ну, а дыня, разве ты не мудрец, смеялся ей. Внезапно я вскрикнул, чуть не наступив на выпалшую из-под моих ног змею. Это не змея, сказал Альвер, приспокойно беря в руки отвратительно шипевшего гада. Это уш, Левушка, он безобидный. Вот на днях я действительно был потрясен странствующим укротителем змей, которого Кастанда велел накормить обедом, и он благодарность показал нам целый спектакль со своими кобрами и с большой гремучей змеей. Змеи повиновались его заунывной игре на дудочке, сначала изображали нечто вроде танца, вытягиваясь вверх и качаясь на своих хвостах, что лично мне было отвратительно. Потом они стали вести сразу набрасываться на своего хозяина. Многие из нас перепугались, думая, что хозяин будет задушен своими змеями, но он преблагодушно продолжал играть, а змеи повисли на его шее, руках, ногах и бедрах, как шевелящиеся ожерелья. Я смотрел, как зачарованный, и не мог постичь, в чем тут была власть человека над этими чудовищами, укус одного из которых нес неизбежную смерть через несколько минут. Наконец хозяин отправил змеи в корзины и мешки, оставил только одну змею и предложил кому-либо из желающих взять ее в руки. Он уверял, что того, кто боится не будет змея, не укусит. Ольденкот уже протянул было руку, чтобы взять змею, но Андреева резко схватила его за руку и не менее резко ухватила змею и бросила ее хозяину. Все это произошло так молниеносно, что никто и опомниться не успел. Разве Али прислал вас сюда, чтобы вы учились шарлатанству, закричал Андреева таким громким и властным голосом, из глаз ее так и брызнули искры, что многие из нас даже попятились. Змея, сброшенная так непочтительно стала бешеной, да и все остальные змеи начали грозно шевелиться в своих мешках, к счастью, уже завязанных. Хозяин уже закричал что-то Кастанде на непонятном мне языке, по всей вероятности, малопочтительное. Кастанда передал Андреевой, что хозяин упрекает ее в том, что она разбудила злого духа в змея, и что теперь, если она сама же его не укротит, змея непременно кого-либо укусит. Но вино он на себя не берет, потому что над злым духом он не властьен. Андреева вдруг сказала ему на его же языке несколько слов, которые нам перевел Кастанда. Бери сейчас же свою змею и убирайся сам немедленно отсюда. Если промедлишь пять минут, я посажу тебе на голову рога от того оленя, что бежит сюда. Не описать никакими словами. Что сталось с гордым и заносчивым хозяином змеи. В один миг он сгреб бесившуюся змею, сунул ее себе за пазуху, схватил мешки и корзины и стал улепетывать не хуже оленя. Он бормотал какие-то заклятия и с ужасом смотрел на Андрееву. Я бы очень просил вас, Альвер, бросить этого несносного ужа, жалобно сказал я. Я не Андреева, не могу властно кричать, но ваш уж мне так надоел, что я чего доброго побегу вроде хозяина змей. Я насмешил своих спутников, но зато легко вздохнул, когда англичанин выпустил ужа в траву. Подойдя-ка, я спросил его, почему он мне не сказал, что в горах много змей. Потому, левушка, что здесь увидишь не только змей, но и тигров, и львов, которых тоже научишься не бояться. А пока давайте-ка, друзья, срежем эту траву и вот эти цветы. Да, соберем листья с тех дальних кустарников. Сегодня последний день, когда их можно собирать для лекарственных целей. И показал нам, как осторожно надо срезать траву, не задевая земли, как наоборот надо брать цветы с корнями и землей, и как аккуратно срезать только молодые листья с кустарников. Казалось, работа была легкой, но раньше, чем моя и Альвера сумки были наполнены, мы истомились до отказа. Если бы не воязнь змей, я бы давно уже улегся на траве. Сумка же и была полна, с трудом закрывалась, и сам он был свеж и прекрасен. Он поглядывал на нас по обыкновению, поблескивая смеющимися глазами. Мне очень хотелось спросить его, что он думает об Андреевой, но он мурлыкал песенку, говорил, что пора мне учиться играть и петь, а то я останусь навеки музыкальным невеждой, и, не дав нам отдохнуть, заявил, что пора двигаться домой, не то опоздаем к обеду. Никакие мои мольбы об отдыхе не помогли, и, смеясь над моим страхом обратного перехода по зною, намочил мою шляпу в ручье, снова напялил мне ее на голову и забавлялся моим жалобным видом. Да ведь это напоминает дервишскую шапку, а ну, как я опять заболею. И еще веселее засмеялся, схватил меня за руку и пустился бегом вниз. Только теперь я понял, почему я так устал, карабкаясь за травами вверх по горе. Трава была скользкая, но всю ее скользкость я понял сейчас, когда бежал за и вниз. Я, собственно, не бежал, бежал он, а я скользил, как на лыжах, уцепившись за его руку и плечо. Спуск продолжался, вероятно, несколько минут, но они показались мне часом дантово ада. Я так и думал, что споткнусь о какую-либо кочку и буду лежать со сломанной ногой или рукой. Когда мы преблагополучно остановились внизу, уи, щеки которого покрылись румянцем, глаза блестели не хуже солнца, был такой счастливый, радостный вид, что я не смог вымолвить ни одного слова упрека, хотя собирался выпалить их сразу сто и заявить ему, что я так больше не играю, что летать с гор не желаю, и оглянулся назад, куда посмотрел и я. Посреди горы, беспомощно держа за ствол дерева, стоял Альвер. Большой, широкоплечий, он, очевидно, застыл от изумления, наблюдая наш полет в Алькерий. Вся его фигура с широко открытым ртом была так уморительна, что я подскочил на месте и хохотал, забыв, все на свете. И, как кошка, в одно мгновение очутился возле Альвера. Взвалив его на плечо, он побежал с ним вниз, как будто бы нес птицу. От смеха я перешел к молчаливому изумлению, потом снова к смеху, пока и не сказал, что велит Альверу принести ужа, чтобы привести меня в равновесие. Альвер сам был так ошарашен, что не мог прийти в себя, поэтому я не боялся его змей, я уцепился за И и почти половину дороги давился от смеха. Должно быть воспоминание о картинах произошедшего на горе, их юмористичности и об еще одном неведомом мне доселе качестве и вызвавшем во мне восторг его ловкости, захватили меня, и я совсем забыл, что идти надо так далеко, что нас палит зной и засыпает пыль, поднятая проходившим караваном живописных берблюдов. Когда мы вошли в тень парка И повел нас совсем другой дорогой, Альвер, удивленно оглядываясь, сказал, как странно, доктор И, я здесь уже вторую неделю, а совсем не видел ни этой части парка, ни тех прелестных домиков вдали, они точно игрушечные, белые, блестящие, что это заселение этой части парка. Вы не видели, потому что с большим парком она соединяется узкой тропой через ущелье. Вы, вероятно, подходили к ущелью и думали, что тут конец всей общине, но тут-то, собственно, и начинается деятельность общины. Ряд домов, о которых вы спрашивали, это первая детская колония, и таких колоний у общины десятки, они расположены вокруг парка и по течению реки, дальше высится школа, а на самом краю селения направо больница, налево приют для глухонемых и их школа. Через некоторое время, когда вы оба с Левушкой попривыкнете к климату и езде верхом на верблюдах, я возьму вас с собой в путешествие недели на три-четыре, а может быть и больше. Мы объедем всю общину. Вы познакомитесь с трудом те, кто не только проводит здесь ряд лет, но живет постоянно. Двинувшись дальше, мы очень скоро пришли к горной расселине, и мне показалось, что хода дальше никуда нет, но и обогнул огромный камень, и я увидел за ним прелестную тропинку, точно ложе высохшего ручья. Идя вдоль по ней, мы вышли к противоположной стороне расселиной, представлявшей себя сплошную стену. Вдруг и нагнулся, шагнул в грот, видневшийся с левой стороны, и через минуту мы стояли у тех же столетних пальм, откуда начали наше путешествие, только совершенно с другой стороны озеро. Я оглянулся назад и не мог решить, из какого же отверстия горы мы вышли. Целый ряд пещер, одинаково завитых лианами, розами, еще какими-то вьющимися растениями, был за нами, но раздумывать было некогда, так как, сойдя к пруду раньше нас, и отвязал маленькую лодку, и мы переплыли пруд, причем ни лебеди, ни фламинго, и не думали бояться нас. Мы очень точно вернулись к обеду, успев взять душ и переодеться. Когда мы сели на свои места в обеденной столовой, которую я видел в первый раз, я заметил, что здесь все столы были круглые, и соседи наши по столам были все те же. За соседним столом я встретил пристальный взгляд Андреевой, сцена со змеей мне так ясно нарисовалась, особенно, когда Ольденкот серьезно расставлял кресло своей соседке и заботливо собирал ее вещи, всюду ее оброненные, и складывал их на специально для вещей приспособленные в стороне полки. Я заметил, что спицы больше не торчали из ее зонтика и с умирением подумал, что это он сам ей их пришил, как заботливая нянька. Я забыл сказать, что креслица во всех столовых были одного типа. Пальмовые или бамбуковые стволы были затянуты буйволиной кожей, легко складывались и раскладывались, были устойчивы и удобны. Они были довольно низки, как и столы. Все столы были покрыты белыми чистыми скатертями, всюду стояли в вазах цветы. Вазы были из керамики местного производства, все разные и показались мне художественными. На каждом столе стояло по несколько кувшинов с молоком и кувшины не отставали. В красоте от вас. Обед проходил спокойно, никакой суеты не чувствовалось, несмотря на огромное количество обедавших людей. Ни за одним табльдотом я не видел такого количества людей, и всюду была суетня. Здесь же у каждого стола были свои подавальщики, а за столом все обслуживали сами себя. Еще раз меня поразила особая атмосфера этой толпы людей. Манеры были далеко не у всех элегантны, как у польского рабочего Синецкого. Внешний вид людей был самый разнообразный, но, поскольку им былицам не пробегал мой взгляд, все они были значительны, на всех лежала печать духовности, и от каждого из них веяло добротой и миром. Только несколько лиц, среди которых было и лицо прекрасной американки леди Бердран, были печальны, даже более того, как-то скорбно прекрасны, что подчеркивалось радостностью остальных. Не успел я отчетливо задать самому себе вопрос, почему эти несколько лиц носят такое особенно глубокое и вдохновенное выражение скорби, как услышал неподражаемый голос и своеобразный акцент Андреевой, говоривший мне, советую вам, достопочтенный и любознательнейший граф, не забегать вперед. Завтра, если вам угодно, я отвечу вам на ваше почему очень точно, а сегодня сосредоточьте ваше внимание на радостях. Если вам угодно, можете присоединиться к нашей экскурсии за дынями после обеда. Тут я переполошился. Я уже привык, что на мои немые вопросы я получал мгновенно ответы и или флорентийца Ананды или Сера Оми, но чтобы под мою черепную коробку заглядывала еще и эта женщина со своими электрическими колесами. Я совершенно не желал. Я посмотрел на сидевшего со мной рядом и, но он казалось не слышал и не замечал моего к нему обращения. Мы с вами еще не были представлены друг другу, улыбаясь сказал мне Ольден Кот. Моя приятельница Наталья Владимировна говорила мне о ваших талантах. Вы не обращаете внимания на ее шутки. Она ни в какие рамки общечеловеческих пониманий не умещается и иногда озадачивает людей. Но на самом деле она предобрая. Если не относиться к ней как обычной женщине, а признать мне сразу нечто волшебное, то под для нее чувствуешь себя в полном спокойствии и безопасности. Правда она не очень любит змей, но уж с этим надо примириться. Прибавил он, притворно вздыхая и бросая лукавый взгляд на свою соседку. Общий веселый смех, а также просьба нескольких соседей взять их с собой на дынное поле избавили меня от ответа. Я посмотрел на Альвера, который тоже смеялся и шепнул мне соглашайтесь идти собирать дыни, это недалеко, идти парком поле почти рядом дыни превосходные, аромат замечательный, а главный интерес в том, как она их выбирает. Она сама будет сидеть тени почти несмотря на поле и назначать, какие дыни снимать. Сам старший садовник и огородники поражаются, как она это делает. Точно насквозь каждую дыню видит. Я подумал, что моя новая знакомая это, пожалуй, и сквозь землю видеть может. Вдруг и повернулся ко мне и совершенно серьезно меня спросил, а ты, Левушка, думаешь, что сквозь землю видеть нельзя? Я торопел и даже не знал, как мне принять и понять его вопрос. Тут все стали вставать с места и убирать к стенкам свои кресты. Я уцепился за И, мне не хотелось никуда идти, а надо было побыть в тишине с моим дорогим другом или хотя бы одному, чтобы привести в порядок свои разбегавшиеся мысли. Я думаю, Левушка, мы с тобой не дойдем за Дынями, а я покажу тебе любимую комнату Али. Когда Али приезжает сюда, он всегда там живет, туда вход никому не разрешен без него. Но Кастанда получил приказание Али дать тебе возможность проводить в его комнате времени столько и тогда, сколько и когда ты захочешь. Вот идет нам навстречу и Кастанда. Очевидно, он несет тебе ключ. Я получил приказ, Левушка, от моего любимого учителя и господина этого дома вручить вам на второй день вашего приезда ключ от его комнаты. Вы можете там проводить столько времени, сколько вам угодно. За все время моей жизни здесь, скоро этому будет двадцать лет, только второе лицо получает право свободного входа в эту комнату в первый свой приезд в общину. Первым был Али молодой, вторым являетесь вы. Очевидно, у учителя есть веские основания для оказания вам такой великой чести. Примите мое поздравление и мое почтение и считайте меня в числе ваших усердных и радостных слуг. Я рад служить вам так, как я служил бы ему самому. Кастанда низко поклонился. Я же совершенно сконфуженный и тронутый воскликнул Али не мне оказывает честь, а делает это из великого снисхождения ко мне и любви к моему брату. Я же ничем еще не мог заслужить такой исключительной доброты Али к себе. Если сейчас мне оказывается это чудесное исключительное внимание, то очевидно, мой великий друг флорентиец просил об этом Али. Мне было бы очень горестно, если бы вы подумали, что я достоин сам по себе этой чести. Я здесь только скромный слуга моего брата, самого Али и моего наставника И. Возьмите ключ И. Я буду пользоваться комнатой только с вашего разрешения. Я подал ключ И, но он его не взял, а наоборот, обнял меня и сказал, дерзай, левушка, учись нести бремя счастья и несчастья, одинаково легко. Мы подошли не к большому дому, а к маленькому двухэтажному коттеджу с башенкой и балконом, стоявшему среди могучих пальм, как на отдельном островке, куда надо было проходить по мостику над речкой, опоясывавший весь островок кольцом. Самое место было очаровательно, уединенно, поэтично. Белый домик был сложен из какого-то особого камня, гладкого, блестящего, и похожего на белый коралл, кругом царила тишина и чистота. Скакали белочки на высоких кедрах, чирикали птички, белый павлин бежал на нас встречу, точно хотел нас приветствовать. У подъезда дома нас встретил старый, беззубый слуга в азиатском платье и челмя. Увидав моей руке ключ, он распахнул кланья из двери подъезда, мы вошли в сене и поднялись по такой же, как наружные стены дома, лестницы на верхнюю площадку и очутились у двери, которую и велел мне открыть ключом. Слов, чтобы описать мои чувства, когда я открывал дверь, мне не найти. Я точно стоял у заветной черты и видел жгучие, живые глаза ли, я как бы слышал его голос, говоривший мне, есть жемчужины черные, то ученики идущие путем печалей и несущие их всем встречным, то не твой путь, есть ученики несущие всем розовые жемчужины радости, и этот путь тебе определен. Иди, мой сын, привет тебе, будь верен и чист. Я думал, что вновь брежу, но прислушался четче и явственно различил властный с характерным тембром голос Али Старшего, если встретишь скорбный лик ученика, идущего путем печалей, возлюби его вдвое и подай всю силу своей бодрости и энергии ему в помощь, ибо путь его самый тяжкий из всех подвигов любви на земле. Сколько слов пришлось мне сейчас сказать, чтобы передать все тогда понятое и услышанное, а на самом деле все это промчалось, как молниеносный вихрь сквозь меня, сотрясая мой организм, уничтожая всякое расстояние между мною и Али, сливая меня с его мыслью каким-то чудесным и непонятным мне тогда образом. Наконец тяжелая дверь распахнулась, и мы вошли в комнату сразу же против входной двери была широко открыта дверь на балкон и по обе ее стороны были настиж открыты окна. Все это разделяло с такими узкими простенками, что возникало впечатление, будто смотрю сразу на весь мир. Широчайший горизонт на долину, горы, раскованные селения, мечети, стада, сады, куда только хватало глаз, всюду била жизнь, всюду взор попадал на какую-либо красоту, от которой невозможно было оторваться. Долго стояли мы с И, молча, на балконе. Посмотри на комнату, Левушка, и я переведу тебе надписи, которые ты увидишь на стенах. Мы вошли в комнату. Несмотря на жаркий день, не было душно, так как восточное солнце уже ушло, а от западного и южного она была защищена лестницей и башенкой. Гладкие белые стены внутри, такой же пол, ну, точь-в-точь коралловый домик. То, что я принял за бордюр, оказалось надписями, сложенными из кусочков того же камня, что и пол, и весь дом. Запомни, Левушка, первую главную надпись над балконной дверью и окнами. Здесь написано «Сила человека – любовь», и она мчит его из века в век. Сила любовь рождает человека и рождается в нем тогда, когда гармония его созрела. Любовь – гармония, и путей человеческих к ней семь. Пока знай только эту надпись. Ты дал слово себе изучить языки Востока. Кроме них, ты должен знать этот язык поли, на котором сделаны здесь надписи. Этот язык открывает дверь к знанию тем, кто в нее стучится. Я с благоговением смотрел на загадочные знаки надписи и думал, найду ли ключ к двери знания? По стенам комнаты стояли низкие белые диваны. У широкого окна, как и у камина, стояло по креслу. Кресло у камина поразило меня своей формой. Оно было прекрасно, как художественная без сомнения, очень и очень древнего происхождения из грубых стволов какого-то темного, почти черного дерева. Оно одно только и выделялось темным пятном в этой девственно-белой комнате. Обито оно было шкурами, должно быть тоже очень старинными. Шерсть почти вылезла, оставив одну кожу толщины мною невиданной. У окна с левой стороны стоял письменный стол дерево, закрытой прекрасной крышкой, очевидно раздвигавшейся в стороны и похожей на большущие пальмовые листья. Я чувствовал себя здесь не совсем свободно, меня сковывало благоговение. Точно я стоял в храме, я ни за что не согласился бы сесть, но что-либо в этой комнате так недосягаемо высоким казался мне сейчас ее хозяин. Я даже говорить не решался, только потянул из-за рукав и показал глазами на дверь, молча, приглашая его выйти отсюда. Он улыбнулся, оглядел еще раз всю комнату, как бы посылая привет всем непонятным мне надписям на стенах, и мы вышли, закрыли дверь молча, и так же молча прошли через весь островок и парк к себе домой. Белый павлин и восточный слуга провожали нас до мостика, и павлин на прощание распустил свой дивный хвост, сверкая его золотом и лазурью, и наклонил голову с хохолком, точно говоря, до свидания, когда мы вошли в наши комнаты, и сказал мне, приляг и отдохни до чая, здесь тебе пока нельзя переутомляться, надо постепенно закалиться для этого жаркого климата. Я не возразил ни слова, хотя совсем не хотел ни лежать, ни спать. Сначала жара подавляла меня, но затем я заснул, и проснулся только от зова яссы, будившего меня к чаю. Я догнал и уже внизу лестницы, в обществе двух мужчин, которых я еще не видал. Один был светлый блондин, типичный швед, каковым и оказался. Звали его Освальд Растен, он на вид казался юношей, я удивился, когда узнал, что он уже второй раз в общине. Второй собеседник был брюнет, француз Жером Манюля. Насколько речь первого, его манеры, походка были размеренно спокойны, настолько второй был подвижен, как ртуть. Походка, движение, речь, все, высказывало в нем огромный темперамент, но суетливости в нем не было никакой, все дышало доброжелательством, веселостью и легкостью. Глаза его были темными и не особенно большими, но красиво разрезанные, сверкали умом, часто пристально и внимательно вглядывались. Он мне показался писателем, что после и подтвердилось. Швед был из купеческой семьи, вопреки желаниям родни выбрал научную карьеру и имел уже кафедру по истории в одном из немецких университетов. Когда и познакомил меня с ними, оба одновременно воскликнули «Как? Капитан Те?» «Нет», ответил я, «я его брат». «Вы вскоре прочтете рассказ Левушки и будете рады принять число своих друзей еще одного юного писателя и будущего ученого». Улыбаясь, сказал им «И». Каждый из новых знакомых назвал меня коллегой и по дороге в чайную столовую оба мои знакомые представили меня еще двум молодым и одной пожилой даме. Но немолодые и красивые дамы поразили меня наседая старая дама. Первой мыслью, когда я ее увидал, была, говорят, что старуха не может быть красивой, женственной и обаятельной. На высокой, чуть полной фигуре красовалась, именно красовалась, я не подберу другого слова, прекрасная седая голова. Загар не портил правильного лица, большие черные глаза и черные же брови подчеркивали седину, морщин не было, лицо было моложаво, но в глазах и улыбке было так много скорби, что у меня стали перед глазами, слова Али, когда я шел в его комнату, если встретишь скорбный лик ученика, идущего путем печалей, возлюби его вдвое и подай всю силу своей бодрости и энергии ему в помощь, ибо путь его самый тяжкий из всех подвигов любви на земле. Я низко поклонился старой даме и горячо поцеловал протянутую ею мне руку. И эта рука, как рука Андреевой, была тонкая и дружеская. Но форма ее была почти совершенна, пальцы говорили, что она художница. И здесь моя догадка оказалась верной и назвал ее Беатой Скальради и сказал, что синьора Беата художница, итальянка, взяла уже не один приз почти на всех выставках мира. Ее картины висят во многих картинных галереях столиц. Пока меня представляли еще нескольким дамам, имена которых не удержались в моей памяти, так я был поглощен впечатлением от художницы. Из боковой аллеи к нам подходил худой человек с не очень молодым изможденным лицом аскета. Он очевидно спешил к И. Швед Освальд Растен шепнул мне, что это крупнейший пианист и композитор мира, русский Сергей Аннинов. Пока обе знаменитости шли по бокам и, возглавляя нашу группу Жером Манюля, шепнул мне, Сергей Аннинов живет не в общине, а в одном из маленьких домиков в парке. Али предоставляет ему не первый раз отдых здесь. Он очень нервен, приходит сюда очень редко. Но когда он играет по вечерам, он разрешает всем желающим не только слушать его, но и заказывать ему любые пьесы. И как же он играет? Лучшего ничего представить себе нельзя. И сеньора Скальраде, и Аннинов сели за наш стол. Я не принимал никакого участия в общем разговоре. Сидя поодаль, я вглядывался в лица новых знакомых. Художница нравилась мне все больше и больше. Ее итальянская певучая и медлительная речь напомнила мне, как однажды флорентиец представил мне, как говорят его соотечественники. Эта речь не была похожа на быстротечную скороговорку сеньор Гальдони, которых я едва понимал. У сеньоры Беата я разбирал каждое слово, что еще больше располагало меня к ней. Но Аннинов оставался для меня загадкой. Его аскетическое лицо, изрезанное морщинами, живые глаза, резкие движения, какой-то протест в лице, точно возмущение против чего-то, что его давило. Все казалось мне таким далеким от гармонии, что снова я вспомнил Али. Но теперь уже слова надписи на стене загорелись в моей памяти. Сила любовь рождает человека и рождается в нем тогда, когда гармония его созрела. «Я рассуждал сам с собой, что если он дивный, известный всему миру музыкант, то он должен творить в гармонии, иначе ни его произведения, ни его исполнения не покорили бы мира, а разве это лицо может быть хотя бы спокойно?» Аннинов внезапно умолк, взгляд его улетел куда-то в пространство, морщины на лице разошлись, мудрость разлилась по его лицу, он как бы слушался во что-то недоступное другим, глаза его ярко загорелись, на бледных щеках заиграл румянец, он вдруг стал совершенно неузнаваем и прекрасен. «Простите, дорогой, до завтра, я слушаю, меня зовет моя муза, вы вдохновили меня, я бегу писать, приходите завтра вечером и приводите своих друзей, я сыграю вам то, что сейчас шепнула мне моя муза гармония». И Аннинов, проговорив торопливо эти слова и оставив чашку недопитого чая, быстро вышел из столовой. Я сидел в самом глубоком состоянии лавиворонства и не мог оторвать глаз от двери, в которой исчез музыкант. «Ну что же, шилограф раздалось подли меня, и чья-то пудовая, как мне показалась, рука легла мне на плечо. Я ведь говорила вам, что не надо упреждать событий. Гораздо лучше было бы собирать дыни, чем резать шилами тончайшую материю. Вот вам дыня, первый сорт, и каждый кусок ее прибавляет пут мудрости». Андреева продолжала держать руку на моем плече, я изнемогал. Под ее тяжестью даже пот покатился у меня со лба еще бы минуту, и я, несомненно, упал бы в обморок. Я уже начинал чувствовать тошноту, не головокружение, но и очутился подле меня, его нежная рука уже обнимала меня, он подносил к моим губам чашку. «Левушка еще не совсем окреп после тяжелой болезни Наталья Владимировна, он не может еще и не должен принимать ударов вашей силы, вы же не всегда умеете защитить человека от тяжести ваших вибраций, сегодня уже второй случай вашей неосторожности». Леди Бердран пришлось лечь в постель. Голос и был тих, и мягок, но мне чудилось, что Андрееву он бил, тяжелее, минуту назад. Мне было так жалко ее, что я ухватился за руку и сказал ей, «Мне теперь совсем хорошо, Наталья Владимировна, виновата вовсе не ваша рука, а дервижская шапка, которую Али однажды напялил мне на голову, я тогда заболел, и с тех пор не могу еще поправиться. Простите меня, пожалуйста, за причиненное вам беспокойство, я буду рад поумнеть от вашей тихо и ласково сказала Андреева, и я чуть снова не впал в лавиворонство, я и представить себе не мог, чтобы властный, рисковатый, с повелительными интонациями голос этой женщины мог быть таким ласковым, мелодичным и непередаваемо добрым. Все же довольно долго я не мог еще встать на ноги и добраться до дому с помощью и было задачей нелегкой. Ясса продержал меня в ванне довольно долго, растер и уложил в постель. Я выпил капель данных и был огорчен, что первый день моей жизни в общине закончился для меня довольно печально. до сих пор. до сих пор, до сих пор. До сих пор.